С ночи Светлана волновалась и никак не смогла уснуть. В воздухе витало предчувствие чего-то важного и радостного. На следующее утро ее разбудили солнечные лучи, пробившиеся сквозь занавески. Она открыла глаза и сразу вспомнила, что сегодня особенный день. Десять лет с того момента, как она впервые встретила своего любимого Николая. Они никогда не отмечали день свадьбы, поскольку день их знакомства для них был куда важнее. Света рассчитывала увидеть рядом с кроватью букет алых роз, которые Коля обычно дарил ей на этот день. Но цветов в этот раз не оказалось. Она слегка огорчилась, но тут же взбодрилась и направилась на кухню, думая, что, возможно, сюрприз ждет ее там. Николай с тонкой улыбкой на лице встретил жену на кухне. Светлана была слегка удивлена его вполне задорным настроением, но пока решила не вскрывать все карты и сохранять спокойствие. Надеясь, что муж помнит о годовщине их знакомства, она предвкушала возможный вечерний сюрприз. Волнение заставляло ее сердце биться чаще, и она лишь гадала, что же приготовил ее Коля в этот раз. После завтрака Николай отправился на работу, а Светлана решила уделить время себе. Она пошла в ванную комнату, чтобы подготовиться к возможному романтическому вечеру. Включила воду в ванну, добавила ароматические масла и с удовольствием погрузилась в теплую воду. В такие минуты она любила размышлять о своих отношениях с мужем, вспоминать счастливые моменты и просто мечтать о предстоящем светлом будущем. В этот день Светлана решила, что должна быть особенно прекрасной. Она тщательно ухаживала за своей кожей, делала маски для лица и волос, а затем подобрала элегантное платье, которое подчеркивало ее фигуру. Выбрав подходящие аксессуары и сделав легкий макияж, женщина посмотрела на себя в большое зеркало и осталась довольной своим образом. Она уже ощущала легкое возбуждение и предвкушение приятного вечера. Проходя еще раз мимо зеркала, она вновь оценила себя. Высокая грудь, тонкая талия, подтянутый живот. Все было почти так же, как и много лет назад, когда они впервые встретились с Николаем. Женщина улыбнулась своему отражению, чувствуя себя уверенной и готовой к сегодняшнему вечеру, который, как она надеялась, станет абсолютно незабываемым. Светлана вспоминала тот особенный день, когда впервые встретила своего будущего мужа. Это было событие, от которого зависела вся ее дальнейшая жизнь. В прямом смысле этого слова. Света в тот день спешила на съемку свадьбы и в спешке выбежала из студии, чтобы попасть в свою машину и не опоздать на важное мероприятие. Однако, поглощенная мыслями о предстоящей съемке, она совсем не заметила приближающийся внедорожник. Когда огромный черный автомобиль резко затормозил, издавая пронзительный виск, Светлана невольно обернулась и в ужасе увидела, как страшная машина останавливается буквально в нескольких сантиметрах от нее. От неожиданности она даже споткнулась и упала на асфальт. И в этот момент из авто вышел высокий статный мужчина с привлекательными чертами лица. Он быстро подошел к Светлане, мягко поднял ее на руки и аккуратно усадил в свой автомобиль. Заглядывая по ходу прямо в глаза и интересуясь, не получила ли она серьезных травм и как она себя сейчас чувствует. Светлана в тот день была сильно встревожена. Она спешила на работу и последнее, что ей было нужно, это помощь Николая, который вот так случайно ей встретился сегодня на улице. Она несколько раз заверила его, что с ней все в порядке и что она сейчас сильно опаздывает. Николай внимательно посмотрел на нее, словно пытаясь убедиться в правдивости ее слов. А затем вдруг заявил, что если он когда-нибудь женится, то его жена никогда не будет работать. Светлана лишь слегка улыбнулась, не придавая значения этим словам, и побежала дальше. Но перед этим они все же обменялись номерами телефонов. На следующее утро, когда Светлана только проснулась и готовилась к новому рабочему дню, ее телефон вдруг зазвонил. Это был Николай. Он спросил о ее самочувствии и, к ее удивлению, пригласил на обед. Светлана сперва немного пококетничала, но все же согласилась. Обед прошел замечательно, и вскоре молодые люди начали встречаться. Время шло, и их отношения становились все более серьезными и крепкими. Спустя несколько месяцев Николай сделал Светлане предложение, на которое она ответила согласием. Свадьба была скромной, только для близких друзей и родственников, но очень теплой и радостной. Медовый месяц они провели в прекрасном месте посреди романтического острова в Индийском океане, где могли на полную наслаждаться друг другом и природой. Прошло 10 лет, и все это время их семейная жизнь была полна счастья и взаимопонимания. Светлана и Николай всегда поддерживали друг друга, строили общие планы и радовались каждому дню, проведенному вместе. Это было похоже на сказку «Вот оно, настоящее женское счастье». Николай был тверд и последователен в своем решении, и таки настоял на том, чтобы жена оставила свою работу. Светлана, хотя и очень любила свою профессию, не могла не согласиться с мужем. Ведь перспектива стать полноправной хозяйкой огромного загородного дома тоже имела свои преимущества. Николай, к тому же, никогда не жалел средств на поддержку и комфорт своей жены, и всегда старался окружить ее заботой и вниманием. В доме постоянно работала прислуга, что значительно облегчало выполнение всех хозяйских обязанностей. Светлана стала посвящать больше времени себе и своему развитию, чтобы всегда оставаться интересной и привлекательной для своего мужа. Начала посещать различные культурные мероприятия, заниматься спортом и изучать искусство. Однако, несмотря на внешнее благополучие и недостаток, в их семейной жизни все же была одна печаль. Светлане никак не удавалось забеременеть. Эта мысль постоянно тревожила ее, и она каждый день молилась о том, чтобы однажды их семья пополнилась малышом, которого они вместе могли бы окружить любовью и заботой. Светлана всегда казалась полной сил и энергии, и никогда не жаловалась на свое здоровье. Однако врачи не раз высказывали свои опасения относительно ее состояния, упоминая о какой-то непонятной дисфункции в организме. Но она не придавала этим словам большого значения. Ее муж тоже не настаивал на дополнительных обследованиях, доверяя ощущениям жены. Однако со временем желание иметь ребенка стало для них с Николаем все более актуальным вопросом. После долгих раздумий они решили довериться репродуктивной медицине и записались на прием в престижную клинику репрудологии. Там Светлану тщательно очередной раз обследовали, взяли все необходимые анализы и биоматериалы и обещали в кратчайшие сроки подобрать подходящую суррогатную мать. Однако, несмотря на обилие предложенных вариантов, ни один из них не вызвал у супругов доверия и удовлетворения. По итогу, чувствуя полное разочарование и недовольство, Светлана и Николай приняли решение отказаться от данной идеи. Вопрос о суррогатном материнстве был окончательно закрыт. И вот сегодня Светлана, кроме цветов и поздравлений мужа, с очередной годовщиной их знакомства, также с трепетом ожидала визита своей мамы. Всегда было так приятно видеть ее, особенно в такой знаменательный день. Мама, несмотря на свой возраст в 50 лет, выглядела поразительно молодо и свежо. По виду ей не дашь и сорока. Она всегда ухаживала за собой, следила за модой и здоровьем, что и позволяло ей сохранять такой прекрасный внешний вид. Дочь всегда восхищалась своей мамой и была всецело благодарна ей за то, что она передала и дочери свою женственность и красоту. Это было видно в каждом движении Светланы, в ее утонченной манере держаться и говорить. Она часто замечала восхищенные взгляды окружающих и знала, что за это нужно благодарить свою любимую мамочку. И вот стрелки часов перевалили за полдень, и Светлана, ощущая себя уже немного одинокой и забытой, решила позвонить мужу. Ей так хотелось, чтобы он скорее вернулся домой и чтобы вместе приятно провести время. Однако, когда жена попыталась дозвониться до него, то обнаружила, что мобильный телефон мужа выключен. Такого никогда раньше не было. Терзаемая полным недоумением и тревогой, она все же решила позвонить в его офис. Но секретарша сообщила ей, что он находится на деловой встрече, и его нельзя беспокоить до шести вечера. Ощущение разочарования и тревоги буквально накрыло Светлану. Ведь муж даже не предупредил ее о том, что задержится сегодня на работе. Несмотря на это, женщина все же решила не унывать и не дать себе испортить праздничное настроение. Она подумала, что может провести этот день с пользой для себя, найдя разные интересные занятия, которые доставят ей радость и удовольствие. Ведь каждый момент жизни ценен, и просто глупо его тратить на пустые переживания и ожидания. Тем более, до вечера все должно проясниться само собой, хотя маленький осадочек в душе оставался и немного мучил Светлану. Женщина выехала на шоссе, и до этого момента глаза ее были уже полны слез, которые она едва сдерживала. Так обидно все это. Она направлялась в центр города, и в ее сердце постепенно росло разочарование и обида. Николай за все эти годы привязал ее к дому, что казалось ей немного несправедливым и ограничивающим. Каждый предмет и каждый момент, которые раньше казались ей обыденными и незначительными, теперь обретали новый и тяжелый смысл. Став обычной домохозяйкой, Светлана иногда ловила себя на мысли о работе, которую она так раньше любила. Но возвращаться туда не было необходимости. Николай зарабатывал достаточно, чтобы содержать их большой дом, прислугу и саму Свету, и это не приносило ему никаких трудностей. Однако это материальное благополучие не могло заполнить пустоту, которую она чувствовала, оставаясь дома без возможности реализовать себя в любимой работе. Ее загородный дом стал ее же золотой клеткой. Светлана ехала по улице, когда ее взгляд случайно упал на огромную ярко оформленную афишу кинотеатра. Она решила, что поход в кино поможет ей отвлечься от невеселых мыслей. В кинотеатре она выбрала фильм, который, как ей казалось, должен был быть интересным. Однако к ее большому разочарованию сюжет оказался скучным и невыразительным. Женщина не стала досматривать фильм до конца и решила просто покинуть кинозал. Выходя из кинотеатра, она взглянула на часы и поняла, что уже немного опаздывает и должна немедленно вернуться домой. Ее муж Коля, вероятно, уже приехал с работы, а мама наверняка ждала уже дома, волнуясь. Светлана беспокоилась, что ей придется объясняться. Почему она так задержалась? Чтобы создать убедительное объяснение своему отсутствию дома, она заехала в свою любимую кондитерскую. Там купила свежие пирожные, которые всегда покупала в особые моменты. Светлана рассчитывала, что эти пирожные не только порадуют ее семью, но и помогут ей избежать ненужных вопросов о своем опоздании. Когда женщина наконец тихо подъехала к дому на окраине города, она уже чувствовала усталость после долгого дня. Но приближаясь к своему дому, ее настроение окончательно улетучилось. Оказалось, что дома сейчас ее никто не ждал. В окнах не горит свет, что было очень странно для этого времени. С сомнением в сердце Света открыла дверь своим ключом и тихо вошла внутрь. В гостиной на первом этаже все же горел неяркий свет, что однако сразу насторожило Светлану. Она испугалась, что в доме могут быть посторонние. Неужели воры? Осторожно на цыпочках подошла к двери зала, стараясь не издавать лишних шумов. И вдруг услышала приглушенный женский смех и шепот мужским голосом. Узнав тембр голоса своего мужа, Света замерла в недоумении. Что он там делает? И с кем это он там воркует? Решившись, женщина тихо подошла к двери зала и медленно открыла ее. То, что она увидела внутри, шокировало ее до глубины души. Ее любимая мамочка и ее муж Коля сидели в уютных креслах, совсем близко друг к другу, и шутили на разные интимные темы. Они даже не заметили, как Света вошла внутрь. «Твоя дочь, как бесплодное бревно, ты намного лучше», шептал теща зять Николай. «Да тише ты! Вдруг кто-то услышит!» И тут мать резко вскочила с кресла. «Коля, там кто-то есть!» «Я слышала, как хлопнула дверь», сказала ее мама, даже не подозревая, что дочь все слышит. В этот момент Светлана почувствовала, как земля уходит из-под ее ног. Она стояла на пороге дома, не в силах поверить своим глазам и ушам. Николай и ее мама, наконец, заметили ее присутствие и ужаснулись. Неужели она все слышала? Они уставились на нее, как на привидение, и не могли даже вымолвить ни слова в свое оправдание. Ситуация была абсолютно непонятной и шокирующей. Светлана совсем не знала, как ей реагировать на увиденное и услышанное. Она не сразу даже заметила, что под глазом ее мужа красуется большой фингал. Но это уже не имело никакого значения. Потерявшая в одно мгновение жизненное равновесие, Светлана ощущала, как ее сердце разрывается от страданий. Открытие предательства самых близких людей стало для нее настоящим ударом, который просто разрушил ее внутренний мир. Она не могла поверить, что два самых дорогих для нее человека могли так поступить. За что так жестоко? Ошеломленная и растерянная, она бросилась из дома, словно пытаясь убежать от своих чувств и мыслей. Ее ноги сами несли ее вперед. Куда-то прочь от этого кошмара, который мгновенно окутал ее жизнь. Светлана не помнила, как добралась до своей маленькой квартиры-студии, которая когда-то была ее убежищем от всех бед. Она так и не решилась ее продать раньше. Решила, что пусть будет... на всякий случай. Это было место, где она чувствовала себя в безопасности. Место, которое хранило множество приятных воспоминаний. До тех пор, пока она не вышла замуж. Узнав сегодня об измене от собственной мамы и мужа, она почувствовала, что в ее груди уже не осталось места для прощения. Каждый звонок от них лишь усугублял боль, напоминая о страшном предательстве. В конце концов, звонки прекратились. Но гнетущая тишина в ее новом доме была обманчива. Светлана, словно призрак, бродила по квартире, бесцельно переставляя вещи с места на место и пытаясь заново собрать свою разбитую жизнь. Неудачный брак с Николаем оставил глубокий след в душе Светланы. Хотя он и пытался поддерживать финансовую связь, посылая деньги на ее банковские карты, супруга быстро заблокировала их. Она стремилась прекратить любые контакты с мужем. Развод казался неизбежным, но Света пока не спешила оформлять документы. Ей нужно было время, чтобы прийти в себя, восстановить душевное равновесие и расставить новые приоритеты в жизни. И вот в один просветленный момент Света осознала, что она не хочет быть просто красивой куклой, дополнением к роскошной жизни, которую предоставил ей Николай. Она вспомнила о своем прошлом, когда была талантливым фотографом и чьи работы были весьма востребованы и ценились многими в ее городе. Десять лет назад ее фотографии украшали городские галереи и даже частные коллекции. Она тогда чувствовала себя настоящим творцом, а не заложником домашней золотой клетки. С новой силой и уверенностью в себе Светлана решила вернуться к своему истинному призванию. Она позвонила в местную фотостудию, где некогда начинала свою карьеру, и узнала, что там как раз искали талантливого фотографа. Свету тепло приняли обратно, и вскоре она снова начала работать. Вновь ощущая радость от творчества и самовыражения, у каждой съемки теперь была особая искра, ведь за каждым кадром стояли глубокие чувства и переживания, которые она перенесла за все эти годы, особенно в последние недели. Жизнь постепенно налаживалась. Света углубилась в работу, которая стала для нее не только средством заработка, но и спасением от тяжелых мыслей. Она все еще любила Николая, несмотря на его предательство, и иногда даже ловила себя на том, что скучает по нему. Со своей матерью она порвала все контакты окончательно, и теперь уже ничего не вернуть. Ладно, муж, чужой по сути человек, но ведь ее мама самая родная и единственная. Как можно было так предать родную дочь? Прошло девять месяцев с того ужасного дня. И вот однажды вечером, когда Светлана заканчивала большой заказ для журнала, раздался звонок в дверь. Она открыла и увидела на пороге своего Колю, и он держал на руках маленького ребенка. Ее муж выглядел по-прежнему красиво, но теперь его волосы были совершенно седыми. Светлана без слов пропустила его в квартиру, понимая, что произошло что-то крайне важное. Оказалось, что Николай привез их общего ребенка, о существовании которого Света не подозревала. Но как такое возможно? Она же и беременной никогда не была. Что за чушь? Завеса ужасной тайны ребенка открылась очень быстро. Светлана всегда знала, что стать матерью для нее будет нереально. Врачи давно диагностировали у нее бесплодие, что стало для нее когда-то настоящим ударом. Но ее мама, которая всегда была рядом в трудные моменты, согласилась помочь и поддержать свою дочь в этом трудном вопросе. Она решилась стать суррогатной матерью, хотя зятю Николаю пришлось хорошо попотеть, уговаривая тещу на это весьма нетривиальное предприятие. В конце концов, теща сдалась. Тем более в клинике репрудологии хранились замороженные яйцеклетки Светланы. Да, все верно, забеременеть Света сама не могла, но это могла ее мама. Тогда в прошлом Николай прекрасно знал о текущем состоянии своей жены. Он не хотел заранее обременять ее лишней правдой о том, что произошло на самом деле. И поэтому решил умолчать о некоторых деталях процесса. Тем более врачи давали не так уж много шансов. Но все получилось. И в тот вечер, девять месяцев назад, они с тещей как раз планировали все рассказать Светлане. Что новая жизнь растет в утробе ее матери. И что это их ребенок. Пояснил Николай и природу своего большого синяка под глазом в тот роковой вечер. Оказывается, его партнеры по бизнесу во время перекура сплетничали о его жене и теще. И один из них очень грубо и неудачно пошутил. Мол, что его супруга как бесплодное бревно. И что ее мама покраше будет. Этот пересказ грубого разговора и услышала тогда Светлана, неправильно поняв смысл сказанного от третьего лица. Пришлось, конечно, партнеру негодяю смачно врезать по морде. Но немного зацепило и его. Вот почему был фингал под глазом. Николай и мама Светланы просто не имели малейшего шанса в тот момент объясниться. Ведь дочь была настоящим бушующим ураганом. Вулканом страстей, сметающим все на своем пути. Они решили, что обо всем расскажут немного позже. Но ситуация как-то сама собой затянулась. У тещи начался жуткий токсикоз. Потом она отправилась в больницу на сохранение. Затем приняли решение рассказать все уже по факту рождения ребенка. Но, как оказалось, у судьбы были свои коварные планы. Мама Светланы не пережила эти роды. Умерла прямо во время операции. Но мальчик родился в положенный срок и абсолютно здоровым. После этого Света вернулась к мужу. Полна решимости быть самой лучшей мамой для малыша. Она знала, что сможет дать этому ребенку всю свою любовь и заботу. Она была готова на все ради этого маленького чуда. И ради своей любимой мамочки, которая отдала свою жизнь ради нее. Чтобы дочь обрела истинное материнское счастье. Светлане оставалось лишь любить мужа и сына и просить прощения у Бога, что не сберегла свою родную мать. И что даже не попрощалась с ней. И она обязательно вымолит это прощение. Субтитры сделал DimaTorzok